Доктор Робик На Дочной Академии очередной выпуск, а именно последняя программа этого сезона и тот самый момент, когда я по-свойски могу открыть вот так калитку и зайти во двор одного из наших участников. Сегодня мы не просто подведем итоги, сегодня мы вспомним, что же здесь было в мае, когда мы только сюда заехали, что происходило здесь в течение всего лета. Ну и конечно же посмотрим, что же все-таки стало к концу лета с участками наших героев и обязательно в конце этой программы поставим оценки и тому, и другому участку. Новую программу Дочной Академии мы начинаем с того места, где в прошлый раз закончили предыдущую программу. Все происходило на участке Ольги, именно здесь высаживались большие деревья. Какие именно деревья высаживались здесь, расскажет ландшафтный дизайнер Валентина Ольховцева. Валь, как все происходило, для чего мы это сделали и что даст нам это на участке? Ну, это было запланировано по проекту в этой зоне. Мы планировали посадку, как вот вы видите, у вас за спиной Сергей, колоновидные туи западные. Они играют роль такой некой ширмы, вертикальные высокие растения, которые очень декоративные, как вы видите, и создают такое ощущение некой приватности. В зоне бассейна это очень актуально, потому что домики стоят очень близко друг от друга. Кроме того, здесь мы посадили кустарники декоративные, которые займут место рядом с туями, будут со временем подстригаться. Мы таким образом оформили эту часть возле бассейна. Я вижу здесь еще какие-то небольшие кусты, как они называются, для чего они высажены? Это плодник калины-листный, очень неприхотливый кустарник, который можно стричь как угодно. Он имеет салатовую окраску листьев, как раз в цветовой гамму нашего проекта. Будет прекрасным дополнением к нашим туям. Спасибо, Валентина. Ну, а я хочу напомнить, что это были финальные работы на участке Ольги. И сейчас, мне кажется, самое время пойти и рассказать хозяйке этого участка, как ухаживать за этой зелью. Несмотря на то, что, Валентина, вы сказали, что почти все растения неприхотливы, но работать с ними все-таки придется. Так что я предлагаю дойти сейчас до хозяйки и рассказать, как ухаживать за ее садом. Отличная идея. Пойдем. Ну, а наша Ольга, как счастливая обладательница участка с прекрасным ландшафтным дизайном, уже вся в работе. Оль, счастливый обладатель участка? Абсолютно счастливый. Сейчас бы еще узнать, как за этим за всем ухаживать правильно. Ну, а вообще, как тебе все работы, столько всего сделано, 4 месяца, в конце концов, прошло, да? Сколько всего было на этом участке, сколько всего проделано. Ну, хоть немножко поделись своими ощущениями. Я очень рада, что участок ожил, что появилось очень много света, даже плодовые. Что есть теперь у нас газон, на котором можно босиком бегать. Сама уже успела побегать, поработать? Уже, да. Оль, ну, хоть у нас и сад, концепция сада малого ухода, но поработать с ним все-таки предстоит, собственно. Для этого мы и пришли вместе с Валентиной. Валентин сейчас расскажет, что нужно делать на участке. Она даст тебе такую краткую инструкцию по применению, которой тебе хватит, я думаю, на долгие-долгие годы, чтобы сохранять этот участок, делать его еще красивее, еще прекраснее, чем у вас сейчас есть. А я пока вас покину, вернусь буквально через несколько секунд. У меня для вас, для обеих, больше, наверное, для тебя будет сюрприз. Очень интересно. Пожалуйста, приступайте. Ольга, сейчас я вам покажу, как вам нужно ухаживать за вашим цветником. Дайте мне лопатку для этого. Прежде всего, нам нужно удалять все сорняки, которые будут неизбежно появляться, так как расстояние между растениями, только посаженными, еще у нас большое. Обращайте внимание, что сорняки надо удалять обязательно вместе с корнем, чтобы они не прорастся дальше. Теперь, посмотрите, вот у нас здесь прекрасная хвоста посажена. У нее пожелтели и листочки. Их нужно обязательно срезать, чтобы растение развивалось хорошо. Для этого возьмем секунду. Можно я сама попробую? Конечно. Вот так вот, прямо у корня, да? Да, можно прямо у корня. Смело. Не бойтесь, растение будет благодарным. В каком уходе. Кроме того, у нас посажены многолетники и кустарники цветущие. Когда растение отцветает, все отцветшие цветоносы нужно тоже удалять. Например, спирея, да, у нас отцвела японская. Можно удалить ее сейчас. В принципе, кому-то нравится, как выглядят растения, даже после того, как оно отцвело. В этом случае можно эту процедуру оставить на раннюю весну. Кроме того, сейчас уже наступает осень. Пора внесения осенних удобрений. Вот мы как раз приготовили специально комплексное удобрение для осени. Оно не содержит азота, потому что в это время уже ни в коем случае нельзя азотное удобрение использовать. Это смесь фосфора и калия. В общем, примерно вот такую вот щепоточку мы сыпем под декоративный кустарник. И просто можем рассыпать под наши многолетники. После того, как мы внесли удобрение, обязательно нужно полить хорошенько нашу землю. В общем, в основном, это все, что нужно делать на вашем участке. Как я говорила, не так уж и сложно это выглядит. Кроме того, обратите внимание, что когда растения разрастутся, между ними будет минимальное расстояние, и сорнякам просто будет негде расти. То есть уход за вашим садом будет сводиться к тому, чтобы срезать отсветшиеся цветоносы из кустарников и вносить вовремя удобрения. Еще необходимо запомнить, чтобы не появлялись никакие вредители и болезни, лучшее лечение – это профилактика. Поэтому весной, до начала появления цветов, необходимо обработать дважды все наши растения комплексом от вредителей, от болезней. Не следует это делать одномоментно. Лучше сначала обработать от болезней, допустим, через неделю от вредителей, и так чередовать в течение двух недель. Спасибо. На зимний период нужно как-то укрывать кустарники и деревья, чтобы они не померзли? Прежде всего, нужно обязательно хорошо пролить все наши растения, потому что лучшая защита всех растений на зиму – это внесение количества влаги. Если они успеют запастись всеми минеральными солями, то отлично перенесут все морозы. Но так как мы только посадили растения, особенно хвойники и кустарники, следует немного присыпать корневую систему, допустим, компостом или торфосмесью, чтобы защитить наши корни от умерзания. Так как растение еще не успело хорошо прижиться, укорениться в нашем новом месте. Спасибо. Кроме того, хвойники, если у нас будет много снега, следует предупредить то, чтобы веточки ломались. Можно немножко стянуть вот эти шарики шпагатом. А что такое шпагат? Шпагат – это такой натуральный шнур из натурального волокна. Девушки, а про уход за газоном не забыли вы сегодня, случайно рассказав обо всех растениях на участке Ольги? Мы умолчали, Сергей. Но мы рассказывали в других программах. Не забыли об уходе за газоном на участке Ольги и в компании «Вольфгартен». Оль, ты не поверишь, но вот эту газонокосилку они тебе преподнесли в качестве подарка. Они помогали тебе все лето и нашей программе в целом, и с лопатами, и со всем садовым инвентарем. Должен отметить, что это вообще настоящий немецкий рай садовой техники для садоводов. Вот, пожалуйста, тебе газонокосилка. Пользуйся. Здравится тебе она? Да, очень. Хочешь, я тебе могу дать мастер-класс по ее использованию? Вот буквально в прошлой программе на участке Саши я научился пользоваться газонокосилкой. Я даже один уголочек выкосил. Доверишься мне? Да, давай, потому что я пока не знаю, что с ним нужно делать. В течение программы мы обязательно покажем, как ей пользоваться еще раз. Я тебя попробую научить ею пользоваться. Да. Продолжаем тему инструкций по уходу за участком, только уже на участке других наших участников Саши и Ани. И рядом с нами, конечно же, Илья Васецкий, который все это время занимался ландшафтным дизайном участка Саши и Ани. Илья, ну вот глядя на то, что у тебя в руках корзина, бутылка, напитка с пенного, мне даже сложно представить, какие советы по уходу ты сейчас будешь вдавать. Ну, едим цветы, запиваем пенным. А я думал, ты знаешь, такой вот образ участка. Я хочу что-нибудь подарить. Что она молодец, молодая мама, и сейчас у тебя еще есть сад, в котором надо как за ребенком ухаживать. Я как бы рассказывал много всем, и тебе в особенности, что люби его, как своего ребенка, ухаживай за ним. Все будет хорошо. Пересматриваю передачи. Да. Представляешь, памятный как? Я считаю, что это история. Я считаю, что канал «Загородная жизнь» сделал уникальнейший проект. Сколько вот я работаю и знаю, как снимаются сады, это уникальный проект, потому что снимать от начала до конца весь сад со всеми коммуникациями подземными, со всей планировкой, мощением и строительством наверху сада, самого посадок, не делал так никто, ни одна компания в России, кроме «Загородной жизни». Так что моя благодарность, я воспользуюсь случаем каналу «Загородная жизнь», что он так получил, что мы участвовали в конкурсе, и часть этого конкурса мы победили. Ну, это год, по сути дела, да, начиналось где-то год, пока рисовалось, думалось, обсуждалось, длительный срок, это масштабно. Илья, ну все-таки давай остановимся на том, когда ты приехал сюда в мае, увидел здесь, ну, практически… Зерники были погружены. Ты верил вообще, что вот в это чудо все превратится? Я не верил. Не на серьезное, в принципе, думать о том, что, в общем-то, достаточно сложная ситуация, потому что надо было подключить массу людей, специалистов, средств для того, чтобы осуществить этот проект. Вот. И, ну, тем не менее, мы с вами все вместе додумали, дорисовали, привлекли массу специалистов и осуществили интереснейший проект для, в общем-то, для всей публики, которая может это видеть. Ребят, теперь вопрос к вам. Вы когда в мае здесь, когда только построили дом, поставили вам участок, могли ли вы вообще поверить в ее, что такая красота появится на вашем участке? Ну, конечно, нет. Какие ощущения были вообще, что с этим можно что-то сделать? Сколько было грязи, как бы не грязь, как бы земля, которая наполнена сорнякаем, наполнена открытая, ритменно, ниже, выше, отмосток не было. Да, как оно все сочетается, переходы этих подъездного пути. У нас сразу было, у нас свое понижение было, мы придумывали, как нам поднять все это, мы досыпали большой объем земли. Ну, переработка проделена большая. Как ребята сами впрягались в эти работы, никто их не просил бы. Я помню, как Аня заглаживала гравий плиткой еще вот в начале участка, как Саша там, и в яму-то бы с ним копали, и резали все. Не, ну у вас темперамент замечательный, вот я хочу поговорить, Анне и Саше, что у них замечательный, веселый нравов. Ну, что с вами приятно, и вот если бы мы были занудными, да, ну как бы мы делали бы это вот за полгода, этот сад. А так выходит, что мы достаточно весело, нам было интересно, прикольно, мы проводили время интересное, и в то же время мы снимали и учили вас ухаживать за садом. И тем самым помогали людям, у нас передача, обучающая, полагаю, нас вызывали. Это даже ведущего научил пользоваться самым. Перевод жизни, рекордной гимнусой. Пользоваться газонакосилкой. И Кусторецкой еще. И Кусторецкой, спасибо тебе большое. Ну, может быть, дашь все-таки пару советов сегодня все-таки, уже последний летний день, впереди осень, дальше зима. Может, дашь пару советов ребятам, как им дальше ухаживать за участком. Как в саду пережить зиму. Да, ну, смотрите, вот для Саши и Ани, и тех, кто смотрит. Сегодня я одел зимний шарф. Первый раз. До этого были шарфы легкие, летние. Я утеплился. Нет, 31 августа, уже холодно. Правда. Я хочу сказать, что недельки через три уже появится какой-то лед, видимо, в лужах. Ну, и поэтому я хочу отметить внимание, что сад делался из посадочного материала, который, в принципе, не мерзнет. Нам укрылась специально от холода, не надо. Но есть такие вещи, как, например, морозобоины на стволах деревьев, такие, как наши клёны. Там могут образоваться морозобоины. Это когда греет со стороны юга солнце, нагревает кору. А в то же время корни находятся у нас в снегу, замерзшие, не пьют воду. И коралл лопается именно со стороны, с южной стороны. Чтобы этого не было, мы берем ткань, какой-нибудь нетканный материал, вот, и обматываем снизу вверх этим материалом до первых веток. Где-то в два слоя. Тем самым мы спасем от морозобоины. Это раз. Два. У нас есть много, достаточно большое количество хвойных. Настой абрабант использовал в качестве живой изгороди. Так вот, этот абрабант обязательно будет страдать от ожогов. Это вот главная, как бы, трагедия в Подмосковье, что у всех горят пойники. Берем фасадную сетку зеленого цвета, два сантиметра ячейка, и обматываем два-три раза каждую туину. Не надо стягивать сильно, слегка немножко. Но при этом не будут разламываться у нас, раз, ветки от снега отваливаться, разламываться, расщепляться. Три. У нас не будет гореть, потому что солнечные лучи будут, как бы, приходить в сетку и не будут обжигать саму хвою. И последний совет. В конце февраля необходимо начать поливать холодной водой из шланга непосредственно все самые хвойные растения. Прямо в снег, прям в сугроб. Это когда еще Дед Мороз не уехал с объекта. Попоит снег, вы все равно берете шланг, отливаете водой хвойники. Это маленький секрет от нашей компании, ландшафтной, о том, как спасать хвойники. Когда чувствуете, нагревается подоконник от стекла, нагревается подоконник от солнца, значит, пришла пора отогревать, отливать водой холодной. И делать это надо 3-4-5 раз, пока вы не убедитесь каким-то острым предметом, арматура, как и кусок, на глубину 30-40-50 сантиметров поткнуть кома, если они не замерзли, если они уже разморозились, то все будет хорошо, все спасет. А деревья когда обматывать? Обматывать вы будете неделю через... в конце октября. В конце октября будете обматывать деревья и оставлять это на зиму. Распаковывать только в конце февраля. И остается только опять совет последний. Когда убираете снег с дорожек, не надо набрасывать этот снег на кусты, на деревья, на растения. Потому что снег, который вы набрасываете, меняет свою кристаллическую решетку, он превращается в кусок льда, он из снега превращается в лед. И когда вы сбрасываете его, он просто смораживается и отламывает ветки, и не пропускает туда кислород, это так называемый темный лед. И растения погибают, они просто задыхаются. Так что не бросайте снег на растения. Растения у нас, я думаю, прекрасно. Кто их нам предоставил? Замечательная компания, без нее бы у нас не получился бы проект. Это компания «Питомник Медра» декоративных растений. Они предоставили нам все эти кусты замечательные. Хвойные деревья, туи, виноград. Все это вот наш «Питомник Медра». Большое спасибо. Компания «Готика» плитка. Которая приезжала с плиткой и рассказывала, как класть плитку. Компания «Аква Инжиниринг». Вместе с Кириллом, я помню, как мы расстилали здесь гео-текстиль. Гео-текстиль, дренажные трубы, правильно. Дренажные трубы. Компания, замечательная, которая дала нам автоматические системы. Автополива Евгении, да. Это компания «Гринхелфер». Компания «Москитов», которая предоставила автополивы «Гринхелфер». Ну и все превращалось действительно в какие-то действия. Вот, вспомнил. Опять, рулоны-газоны. Это же компания «Рулоны-газоны», которая большая благодарна, что они сами все привезли. Сами доставили. И нам предоставили этот материал. Замечательные газоны. И они, смотрите, они должны успеют подсыхать. Но мы поливаем, и снова выживают. Видите? Так что устойчивые рулоны-газоны. Компания «Рулоны-газоны». Большое спасибо вам. В общем, всем спасибо, Илья. Предлагаю, что то ружье, которое у тебя появилось вначале. Это действие должно уже таки выстрелить. Волнуюсь. Нас постирали при «Рюдакар». У нас была скорость бешеная. Мы делали просто сумасшедший проект. Разгоняй. Не только косюки здесь гонять. Будем пить. Будем поливать. С тройной силой расти будут. Я сделаю признание, что пока я был на участке Саши и Ани, Оля докашивала свой участок, как вы уже догадались. Одна, Оль. Как тебе подарок? Очень интересно. Отлично. Теперь газончик такой ровненький. О воспоминаниях я, кстати, заговорил не зря, потому что хотел узнать вообще, чем тебе конкретно проект запомнился. Не знаю, были ли самые тяжелые работы этим летом или самые запоминающиеся, или наоборот, самые легкие работы какие-то были. Вспомни о них, пожалуйста, расскажи. Самые приятные работы для меня – это момент, когда появились растения, когда участок начал оживать. Вот этот этап мне запомнился больше всего. Не могу не спросить, не задать такой же вопрос твоему ландшафтному дизайнеру, точнее, ландшафтному дизайнеру Валентине Ольховцевой, которая все лето контролировала эти работы. Валь, ну как вообще по ощущениям? Могла предположить, что такая красота получится? Конечно, я предполагала с самого начала, получила даже красивее, потому что всегда живые растения, они все разные, они имеют свою душу, они свой характер приносят на участок. Это все по-другому, лучше, чем на картинке. Ну а самый запоминающийся этап работы какой? Самый любимый у меня как дизайнера этап – это когда я проектирую, безусловно, на пустом листе бумаги появляется уже свой характер, свой сад, сад для конкретных людей, чтобы он им подходил, им понравился. А самый любимый еще этап – это растения. Это самый, может быть, даже творческий момент, когда вот они живые, в горшках, их нужно посадить, чтобы они заняли свое место и жили на нем счастливо. Ну вот так получилось, что все мы, наверное, за исключением ландшафтных архитекторов, учились чему-то на этом проекте. Я конкретно много чему научился и на твоем участке, и на участке твоих соседей. Вот ты сама конкретно чему научилась за это лето? Я научилась множеству хитростей, связанных с растениями, уходу за растениями. Я узнала, как их правильно сажать, как их сочетать, как составлять композиции. Мне Валентина рассказывала, когда она делала проект. Я хочу еще напомнить, что Оля вместе со своей мамой держали в руках шуруповерты, когда мы расстилали наше террасное мощение. Так что, действительно, за это лето было сделано очень много. И Дачная Академия, по сути, оправдала свое название. Она действительно академия, где каждый участник, ведущий, да и, пожалуй, наверное, и ландшафтные архитекторы тоже все чему-то учатся. Оль, ну, на твой взгляд, здесь, как на участке Саши и Ани, было очень много спонсоров, компаний. Как ты думаешь, вот большой вклад они внесли в твой участок? Да, это огромный подарок. Я хочу сказать спасибо всем спонсорам, которые подарили нам столько всего прекрасного. Спасибо, конечно, Валентине, которая проект создала и воплощала его в жизнь. Ну, и спасибо всей съемочной группе и тебе, Сереж, за то, что вы были с нами и было весело с вами работать. Оль, в принципе, спасибо, пожалуйста, можно говорить хоть сто раз. Я надеюсь, что все-таки мы рано или поздно вернемся на твой участок. Я буду рада вас видеть. И следующим летом, и, может быть, через два или три лета, посмотрим, как у тебя здесь все растет. И обязательно расскажем об этом нашим телезрителям. Телепроект «Дачная академия», как, собственно, и каждая его программа, не мог закончиться не кулинарно. Именно поэтому у меня в руках две сковородки. Хотя на самом деле это еще и символ дружбы. Если вы обратили внимание, то к концу телепроекта мы все начали называть друг друга на «ты». И все мы сдружились, и телеканал «Загородная жизнь» нас по-настоящему сплотил. Так что, девчонки, хозяюшки, вам от нашего телеканала и от компании «Фрайбис» вот такие вот подарочки, две сковородки, повторюсь, как символ дружбы. Так что пеките блины, соревнуйтесь кулинарными изысками друг с другом. И не забывайте звать «Дачную академию» в гости. Ну а «Дачная академия» к вам в гости обязательно придет в следующем сезоне. Так что не пропустите. Следующее лето обязательно наступит. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!